Детям, не достигшим 14 лет, могут запретить продавать газировку. Такой инициативой общественная палата обратилась к правительству страны. Также авторы проекта требуют убрать эти напитки из продажи в школах и больницах. В рейтинге вредных для здоровья продуктов питания газировка занимает седьмую строчку после хот-догов, майонеза и чипсов. Почему сладкая шипучка вызывает столько нареканий, узнавала Жанна Алпатова. Оля Матвеева, первоклашка. Пока мама готовит обед, надо успеть рассказать все самое интересное. С кем подружилась, что задали на дом, какие оценки в дневнике. На столе только полезные блюда. Легкий суп, бутерброд и компот. Приятного аппетита. Спасибо. Далеко не у всех родителей есть возможность приготовить обед и проследить, чтобы ребенок съел именно его. А без должного контроля дети выбирают хрустящие чипсы в виде ровные напитки. Быстро и вкусно. Я очень люблю газировку. Но мама мне очень редко покупает, потому что это очень вредно. А папа мне покупает. Мне нравится больше всего лимонная, потому что она с пузырьками и очень сладкая. У нас все меньше и меньше полезных продуктов остается. Газировку я не считаю особо полезным, особо вредным продуктом тоже не считаю. Я думаю, что ребенку будет достаточно тяжело избежать, его где-то попробовать на тех же днях рождения и так далее. Я считаю, что его можно употреблять, но достаточно редко. А вот врачи говорят, категорическое нет любым напитком, в котором есть газы, красители и консерванты. Ведь в одном только стакане газировки 7 ложек сахара. В полтора раза больше, чем ребенок должен употреблять в сутки. Если такое большое содержание сахара, сахар это как вы знаете, легко усвояемый углерод. Если мы такое содержание большое употребляем, то это ведет к качеству зубов, потом поражается поджелудочная железа, ожирение, что в общем-то для наших детей тоже сейчас характерно, заболевание желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, ну и в дальнейшем это ведет к атерсклерозу. Кофеин, входящий в состав многих напитков, перегружает нервную систему. А пузырьки в стакане это не что иное, как кислота, которая просто выжигает желудочно-кишечный тракт. Также только в одном стакане газировки вредные лимоны и ортофорфорные кислоты, которые вызывают кариес и заболевания мочевой системы. Так что минутное насыщение может привести к многолетним страданиям. Жанна Упатова, Валерий Чикин, Вести Рязань.